Приятного временипрепровождения! С вами Козел Альпийский и это как бы, ну, скажем так, следующая часть в блоке роликов о мистере Шакале и взаимодействии его с лесом. Не вынес я изначально эту тему в блок, но вот она довольно интересна тем, что на самом-то деле мистер Шакал, он очень любил, особенно для неподготовленных людей, строить из себя не только повелителя зверей, но и знатока дикой природы. А именно он, ну, любил показать на рандомные растения и сказать, вот это стрелолист папоротниковидный, он растет только в северной части моего леса варваров. Если ночью 3 августа прийти с медной лопаткой выкопать его, то его лекарственные свойства помогут вам, не знаю, при болях в анусе, анусе. То есть вот что-то такое он говорил, при этом он показывал, не знаю, на вороний глаз или там на кислицу, на какое-то совершенно рандомное растение. И надо сказать, что его варварский вид работал на него. Как я уже говорил, мистер Шакал, он был немного цыган, ему очень везло, у него была вот такая злая цыганская удача, ну, если вы понимаете, о чем я. И вот на неподготовленных людей или просто на левых людей, которые случайно встречались, это действовало безотказно. И поэтому мистера Шакала считали реально таким знатоком растений. Ну, я скажу так, что, например, меня тоже по какой-то причине считали садоводом, огородником. Хотя на самом деле я мог выращивать только, не знаю, огурцы и картофель, и кабачки. И то картофель не очень хорошо. Но вот закрепилась, почему, в поселке и за мной такая слава, что вот я хорошо разбираюсь садоводством. На самом деле я в животноводстве неплохо, даже не хорошо, а неплохо разбираюсь. Да, но вот в растениеводстве я, ну, у меня навыки, скажем так, такие же, как у любого человека, который просто на лето, все детство уезжал за город, да, и занимался поскольку-поскольку. Да, мне это немножко нравилось, но не настолько, насколько тоже животноводство, да, или, например, какая-то бассейна. А мистеру Шакалу такое ощущение, что вот нравилось, что его считают не тем, кем он есть, да, вот нравилось пускать пыль в глаза. И вот он мнил из себя, корчил, скажем так, знатока дикой природы. Но вот попытался он это сделать один раз со мной, это у него не прокатило. Он показал на какую-то траву и сказал, что это стрелолист, папоротника видно. Ему сказал мистер Шакал, не надо свистеть, это лопух, самый обычный лопух, просто молодой. Тогда мистер Шакал так сделал такую рожу, как будто он, не знаю, сожрал ослиный навоз и сказал, да, ну ладно, поверю тебе. Как бы и больше он этой темы не касался, да, со мной. То есть он понял, как бы, что бесполезно мне пургу такую гнать. Но вот еще раз он попытался сделать такое с товарищем псом, он показал на какую-то птицу и сказал, смотри, товарищ пёс, это поползень, поползень. Или, не знаю, не знаю, он сказал, выползень. Какое-то такое слово такое сказал, но если поползень, реально есть такая птица, просто она в наших краях не водится, где был мистер Шакал. Скажем так, где мистер Шакал обитал, поползень, ползать боялся. Или он выползень сказал, какую-то такую фразу. Ну, на что товарищ пёс просто рассмеялся и сказал, типа, это синица, что ты меня тут загоняешь. Хотя, на самом деле, товарищ пёс тоже ни хрена не разбирался и не знаю, что это там была бы за птица. Может, вообще, это была белка. Да, и они там, ну, я, например, алкоголь не потребляю, а мистер Шакал с товарищем псом, они, когда встречались без меня, они любили выпить. И, возможно, с пьяных глаз им там реально, скажем так, одно за другое приняли. Или, может, реально там они какого-то выползня увидели. Но, в общем, товарищ пёс сделал эту байку такую на вооружение. И он очень, ну, как и любой, наверное, язычник, он очень любил, скажем так, ходить по женщинам. Очень много этих женщин посменял. И когда он встречался с любительницами природы, а среди женщин-язычниц подавляющее большинство таких, ну, они напяливают на себя вот такие венки, да. То есть весь день они сидят в каком-нибудь офисе, тошнят свои бумажки. Потом они приезжают на какую-нибудь купалу и, ну, скажем, с голой задницей через костёр прыгают. И вот товарищ пёс очень любил таких женщин, он был на них падок. И чтобы вот скорчить из себя знатока дикой природы, мистер Шакал боялся женщин, да. Он никогда бы не мог и подумать, что метод его знатока дикой природы может таким способом быть применён. А вот товарищ пёс, он любил так показывать, беря под руку какую-нибудь язычницу, он любил говорить. Вот, смотри, вот это выползень! А вот это длиннохвостка показывал на птиц. Там, ну, естественно, там обычные были синицы или какие-то воробьи. Но, скажем так, мало на самом деле кто разбирается в дикой природе. Я вот, например, ну, не до хрена знаток, но процентов, ну, 40 или даже, может быть, 50 животных и растений, которые встречаются именно вот в нашей местности, где я живу, я знаю. И я, ну, кроме лесника нашего, мало встречал людей, которые в этом разбирались. То есть, по крайней мере, только вот лесник, когда я решил его проверить и сказал, что горностай забрался ко мне в птичник, он рассмеялся и сказал, неужели ты думаешь, что горностай может навредить индейкам? То есть, как бы, вот он знает, что горностай, горностай, если что, очень мелкое животное, практически с мыши размером, естественно, индейкам он навредить не может. А если бы я сказал какому-нибудь мистеру Шакалу, он сказал, оооо, мы пойдём бить горностая, снимем с него шкуру и из неё сделаем плащ, как у древних славян! То есть, ну, мистер Шакал совершенно в душе не чаял, кто-то, что это за животное такое, горностай, да, и с ним бы это прокатило. То есть, его же метод познания знатока дикой природы бы сработал бы против него без его ведома, скажем вот так. Ну, а пока до этого история заканчивается. С вами был Козёл Альпийский, до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok